всех приветствую товарищи мужики с праздником нас с 23 февраля всех благ и мирного неба по возможности над головой хотя всякое может случиться конечно последнее это время а поговорим мы сегодня с вами вот о чем вообще этой темы конечно касаться не хотел все-таки канал у меня более такой не политизированный я бы сказал я конечно периодически на эту тему разговариваю но все-таки больше у меня про машины больше влоги но поскольку поступают просьбы прокомментировать последние события ну вот это признание значит нашей страной донецкой и луганской народных республик признание их независимого статуса их легитимности но пару слов тогда скажу в принципе вот то что владимир владимирович путин выступил с обращением к народу россии ну и не только к народу россии как можно понять из этого и заявления из этого выступления я с ним целиком и полностью согласен и я думаю что кто имеет ум здравый ум тот ну и кто немножечко знает историю страны тот я думаю что здесь согласится потому что по моему все кристально ясно в этом плане я хочу больше знаете о чем здесь высказаться вот единственное да вот из донецка я в принципе общаюсь с некоторыми людьми и вот они немножко обижены что раньше это не случилось что раньше вот этот шаг был не сделан но здесь я судить не могу значит были на то причины значит были на то причиной то что сделано оно сделано нашими властями своевременно вот значит а я хочу вот что обсудить вот я читаю комментарии под этими вот всеми роликами посвященными произошедшим вот этим событиям и ну понятно что много адекватных комментариев я вижу но очень много и откровенно просто бредовых вот это мне и хочется прокомментировать какие именно очень часто и вот проскакивает такая вот эгоистическая позиция там что типа в нашей стране давай сначала порядок наведем вот нам есть нечего мы еще лишних себе ртов этот самая значит приобретаем ну во первых мы еще пока ничего не приобретаем то есть присоединение к россии днр и лнр это вопрос еще времени неизвестно состоится ли это ну есть конечно большая вероятность данного исхода но поживем увидим а вот по поводу вот этих людей значит вот мне бы хотелось им сказать а вы ребята вообще-то как бы думайте только вот о своем вот сейчас вот нынешнем значит состоянии что день прошел и слава богу о о детях своих если конечно они у вас есть вы не думайте что им потом тоже надо будет жить вот а россия должна все-таки я считаю свою территориальную целостность восстановить и ладно бы вот это все как бы все вот эти события произошли да вот нас тут пытаются выставить захватчиками но извините меня то что произошло на украине восемь лет назад это абсолютно преступное было действие совершено которое курировалась западом это по моему уже ни для кого не секрет так собственно говоря о чем речь вот эти республики значит донецка и луганска они нашли в себе мужество не прогнуться под преступника и стояли свою независимость они выстояли и вот украина в том виде в котором вот она сейчас это по сути ну преступное государство власть в нем была захвачена преступно это кристально ясно по моему плюс государство данное ведет агрессивную политику по отношению к россии явно агрессивную прозападную политику ну так как как нам в этой ситуации действовать если к нашим границам значит подступает блок НАТО и так далее свои свои военные базы хотят там значит разместить естественно нам надо какие-то шаги тоже предпринимать мы то что плохого делаем мы вроде никому плохо не делаем мы развиваем свою страну мы отстаиваем свою национальную идентичность и так далее то есть в принципе то как то и должно быть мы не ведем завоевательных войн значит не поддерживаем международный терроризм вот поэтому странно что вы вот об этом обо всем не думаете ну и более того вот вы кричите что вот мы плохо плохо жить стали там вот Сталина тут вспомнили значит недобрым словом там якобы там Ленина Сталина значит и так далее вот так опять же к вам вопрос вот к старшему поколению в частности если вам так хорошо жилось в Сталинской Ленинской России так чё ж вы ее развалили то а а потом за копейки за бутылку водки продали народную собственность олигархам а вам вот это то как бы надо напомнить как то было ну что вы на это скажете поэтому вы сейчас и пожинаете плоды вот своего вот этого вот эгоизма потребительского отношения к жизни по другому и быть не могло ну еще и значит новое поколение пытаетесь с толку сбивать а я вот помню как мы в 90-е годы например жили жили мы в 90-е годы плохо откровенно хорошо был огород свой там как то там этот самый перебивались потому что ничего не было страна была просто в катастрофической ситуации и тогда конечно с нами все начали дружить потому что на западе стали потирать руки не поняли что вот Россия все скоро можно ее будет делить начать но пришел Владимир Владимирович и ситуация поменялась естественно началось вот такое вот новое противостояние с западом по другому и быть не могло имеющие уши имеющие глаза да увидит то есть ребята вот ну я много не хочу рассуждать на эту тему то есть вот моя позиция такая то есть я помню как мы начинали что за эти годы изменилось и вот если мы будем жить по совести если будем своих детей воспитывать такими какими бы мы их хотели видеть и себя соответственно воспитывать через это то в будущем мы увидим честных политиков значит честных тружеников и так далее но если мы значит называя власть ворами и жуликами сами при этом учим своих детей воровать воровать электроэнергию воду там и все что плохо лежит там вообще я знаю такие примеры когда отцы своих детей значит хвалят учат тому что вот и давай там на работе там значит слей там бензинчика там или еще чего-то там солярочки торгони там и так далее так вот что вы хотите то вы сами воспитываете вот эту воровскую власть которую так не любите и ничего в жизни не поменяется если вы не поменяетесь вот и все я не скажу что мы сейчас плохо живем сейчас живут плохо те кто значит ну я аккуратно скажу кто не слишком трудолюбив сейчас такое время что работать надо постоянно без выходных без отпусков и тогда да тогда можно жить да надо надо а по-другому никак так чего тогда не изменится можно с пеной верта на кухне сидеть что-то там доказывать ругать власть но этим вы ничего не применяете а поменяете вы только своим отношением к жизни это банальные слова но это истина банальности потому и банальны потому что они истинны вот так я это в принципе понимаю я вот стараюсь так жить и я не скажу что мы бедствуем разное конечно бывает я готов да и у меня в принципе постоянно что-то происходит такое что ну я предприниматель вот кто не знает значит уже шесть лет как в свободном плавании так скажем и бизнес такая штука что да ты не знаешь что будет завтра что будет на следующей неделе там и ты готов к переменам но мы сами этого захотели наши отцы это захотели когда-то в свое время вот этой вот демократии капитализма и мы получили собственно это все и теперь вынуждены в этих условиях учиться жить вот отцы которые значит выступали за развал союза они не все научились жить ну а мы поколение этих отцов вот мы учимся хотя я в принципе застал и советский союз потому что мне 40 лет уже и соответственно новую россию и вот поскольку воспитан я был еще вот в советской вот той вот системе бабушка у меня была партийный работник второй секретарь райкома партии мне тоже было тяжело перестроиться вот на этот на новый путь но тем не менее я нашел в себе силы и в принципе то сделал вот осуществил этот переход в своей голове в первую очередь и стал зарабатывать но не в ущерб совести значит не наперекор совести не в ущерб кому-либо вот так то есть при любом строе можно работать честно работать по совести помогать людям удовлетворять какие-то их потребности чем собственно бизнес и призван заниматься вот так так что такие вот друзья соображения такие лозунги можно сказать но это вот то что я думаю вот это мой опыт я власть не ругаю я при нынешнем строе жить научился и я за эволюцию я за эволюционные постепенные перемены перемены сознания значит и соответственно потихонечку мы вырулим всей этой ситуации то что кричат там что у нас в России все погубили значит ничего не развивается но это тоже не так опять же было процесс этот запущен но теперь уже мы опять выруливаем значит на восстановление производства так и происходит я не буду примеры приводить вы их можете сами найти если будете смотреть не оппозиционные разные пропагандистские ролики а действительно поищите информацию а что же у нас в России за предыдущие годы построено значит какие производства открытые кто что проинвестировал и куда и так далее мы сейчас я как вижу встаем на путь как раз таки китайского развития то есть вот как они развивались так вот и мы сейчас будем развиваться в принципе по той же модели примерно но понятно что по своему вот так потому что у нас все таки своя научная школа есть инженерная школа конструкторская это все у нас пока еще не потеряно и слава богу поэтому развивать будем в том числе и свои технологии что и происходит собственно говоря в Китае этого не было они пользовались всегда чужими наработками покупали их мы в этой ситуации немножко тут в выигрышном положении находимся в этом плане так что вот друзья в общем все я на этом свой монолог заканчиваю всех еще раз мужиков с праздником всем добра и до новых встреч на канале пока товарищи я не знаю Продолжение следует...